В Немгородском областном суде начался процесс по делу о наркотиках. Двое подсудимых обвиняются в незаконном производстве запрещенных веществ, организованном в Старорусском районе. На скамье подсудимых два жителя Старой Руссы. Азимжон Сабиров и Сергей Груздев. Их обвиняют в незаконном производстве и попытке сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. По версии следствия, подсудимые в арендованной квартире организовали целую лабораторию. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, так как партия наркотиков была обнаружена и изъята сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Во время обыска в жилище одного из наркоторговцев полицейские изъяли приспособления и различные реагенты, используемые для изготовления наркотиков, материалы для их упаковки и расфасовки, а также крупную партию порошкообразного вещества. В результате исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Новгородской области, было установлено, что изъятым веществом является амфетамин, общий вес которого составляет более одного килограмма. Кроме того, Сабиров обвиняется еще и по другому факту. По версии следствия, в январе 2019-го он для себя приобрел партию наркотиков, но впоследствии подсудимый решил часть их продать, используя при этом интернет-ресурсы. Покупателем оказался сотрудник полиции, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Вменяемые подсудимым преступления относятся к категории особо тяжких. За данное преступление уголовным кодексом предусмотрено наказание под 15 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного лишения свободы. В ходе следствия обвиняемую вину признавали частично. В дальнейшем их вина будет установлена в ходе судебного разбирательства. Отметим, что на первом судебном заседании по этому делу Сабиров заявил, что хочет самостоятельно защищаться на протяжении всего процесса и в услугах государственного адвоката не нуждается. Однако суд его желание не удовлетворил, взяв во внимание то, что согласно закону защита интересов подсудимого, которому грозит от 15 лет заключения, должна осуществляться при обязательном наличии юриста.